Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Андрей Чуев перед финалом конкурса «Человек-кода» резко активизировался. Он постоянно пишет о своей любви к Марине и сделал ей предложение второй раз, на этот раз с колечком. Марина пишет «Я сегодня была жгучей испанкой Мариоанной. Потеряла сегодня свое кольцо, но Дон Перчик его отыскал и одел мне обратно на безымянный пальчик». Ходят слухи об очередной махинации Андрея Чуева. Якобы он решил повторить прошлогодний опыт, закупил более 3000 сим-карт и попросил друзей проголосовать за Марину. Деньги же на их приобретение Андрей взял у невесты, те самые, что она накопила на машину. Ольга Жемчугова и Ольга Рапунцель теперь подружки. Жемчугова пишет «Отсидели трое суток вместе, узнала Рапу совсем с другой стороны». Илья Яббаров написал добрые слова в адрес своей мамы и опубликовал ее снимок. «Ты самое дорогое, что есть в моей жизни. Любите и цените своих мам, пока они рядом». Дима Дмитренко продолжает безуспешные попытки помирить свою невесту с мамой. Женщину бесит то, что Ольга продолжает унижать и обижать сына, ну а руководству Дома-2 до этого нет никакого дела. Рапунцель считает себя звездой, а своего парня – ничтожеством. Саша Харитонова теперь не сможет отпираться от связи с Ваней Барзиковым. Появились кадры их свидания в автомобиле. Теперь Харитоновой придется признать, что волшебство было. Саша уверяет, что серьезных отношений с Барзиковым она не планирует. Фанаты в очередной раз назвали Сашу легкодоступной и осудили за слишком частую смену любовников. Маргарита, экс-невеста Вани Барзикова, рассказала журналистам о том, как они расстались, о его позорном векстве из Таиланда. Как только она познакомила Ваню со своими родителями, тот мигом сбежал на проект. Еще какое-то время Ваня кормил Риту обещаниями и предлагал сохранить их отношения на расстоянии, но затем забыл об обещанной верности. Зрители недовольны интимной темой, которую подняла Ольга Бузова в разговоре с участниками проекта. В недавнем эфире она провела нравоучительную беседу на тему орального секса со своими мужчинами. Ольга заявила, что все проблемы в отношениях участников происходят из-за того, что девушки не удовлетворяют своих парней таким способом. Оля сказала, я серьезно говорю, когда вы хотите своих мужчин и когда вы их удовлетворяете во всех смыслах этого слова, вы замечаете, как они отвечают вам благодарностью. Засмущались даже самые опытные участницы проекта. Зрители сделали вывод, что главный секрет счастливой семейной жизни Оли с Димой Тарасовым как раз в регулярных экспериментах в постели. И Бузова это не скрывает. Бывшая участница проекта Даша Пынцарь показалась в своем блоге без макияжа. Она раскрывает своим подписчикам секреты макияжа и опубликовала ролик, где рассказывает, как за 15 минут создать вечерний образ. Фанаты отметили, что Даша хорошо выглядит и без макияжа. Она прекрасна своей естественной красотой. Ксения Бородина тоже решила показаться в домашнем виде. Фанатам также понравилась ее естественная красота. Без яркого макияжа Ксюша выглядит моложе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.